всем большой привет сегодня мы нарисуем зимнюю открытку это будет домик в лесу и так намечу такую линию где у нас будет снег и не стоять дом домик такой с большой крышей треугольный по центру у нас будет располагаться и вот примерно от этого расстояния здесь центральную линию крыши достаточно высокая узкая да вот идет крыша таким образом в одну и в другую сторону вот посередине у нас находится дверь и я оставлю такой светлый контур внутри закрасим дверь линия центральная для построения вернее для симметрии что и проводил она не нужна будет не давайте там будет у нас еще два окошка здесь располагаться два окошко и внутри тоже можно сразу раму нарисовать что уже в голове имели ввиду а наверху у нас такой вот небольшой балкончик и окошко здесь вот такой слой снега свисать и виднется такое небольшое окошечко или как дверь тогда вот такой симпатичный маленький домик сразу намечу такой слой снега который лежит на крыше мы сделаем и еще у нас есть симпатичный красный заборчик он немножко будет на переднем плане идти это же он получается покрыт снегом я такими линиями да намечу и туда пусть он как бы уходит вдаль немножечко вот здесь с этой стороны выходит до на нас такой будет рисунок и здесь значит у нас уже вот от этой точке и здесь слева и всем горе здесь да справа повыше под скучным забор там территория придомовая а слева уже идет лес такие будут стволы большие я несколько штук просто сделаю линиями передний план там дальний и принципе приступаем начнем с фона да я возьму голубой цвет и смешаю сепий прошу прощения за голос у меня пока что сложно что-то говорить поэтому достаточно тихо да к сожалению говорю побольше водички я добавляю и вот таким немножко а голубовато сероватым цветом я покрываю верхний вот этот вот участок наш здесь оставляю место под снег да там где у нас небо будут елки вот примерно таким образом и там дайте немножечко тень от дома до от забора рядышком можно тоже этот цвет добавить сюда нужно подождать пока просохнет бумага чтобы потом следующие слои делать пока мы можем пока она сохнет покрасить закрасить домик можно смешать красный с коричневым или подобрать цвет симпатичный вот хочется такой яркий домик сделать я опираюсь на фотографию ну да она защищена авторским правом пытаюсь домик изменить вот такой достаточно яркий вот все таки открыт когда у нас к тому же еще поэтому домик закрасим ярким цветом аккуратно только не заходя на контуры которые я нарисовала для окошек двери вот мы закрашиваем наш домик продолжаем у меня к сожалению периодически кашель сложно записывать видео но я стараюсь вот закрашиваем не спеша окошки доделаем вот так и то же самое с этой стороны вот аккуратненько закрашиваем здесь принципе так запись идет на принципе тоже проверять иногда бывает что раз и отключится да что-то также напоминаю чтобы вы не забывали подписываться кто не подписан и присылать свои рисунки если вы со мной яндекс цен прям под видео можете перекрепить или же в группе вконтакте что у нас еще есть telegram аккуратненько пройдемся вот как максимально аккуратно и постаралась закрасить сам домик теперь этим же цветом мне уже надо вот добавить немножечко на палитру а делаем забор течки добавить тоже надо суховатый а на заборе лежит снег поэтому к немножко рваная будет приживистая линия потом поверх сделаем такой эффект снега до перспективу уходит тогда там дальше заборчик туда буквально какие-то следы более такие линии вертикальные должны быть вот домик так теперь можно взять еще тоньше кисточку нолик и внутри закрасить окошки двери таким часто берем цвет я смешаю вот здесь у меня голубой сиены просто цвет такой потемнее сделаю и закрашу все вот эти вот окошки продолжаем делаем окошки и внутри можно еще тоже сделать такую вот тонкую линию белую ставить совсем до не спеша мы это все делаем чтобы максимально аккуратно выходила к симпатичная открыточка у нас в итоге получилось так и так также дверь да тоже кусочками я буду закрашивать на ней могут быть какие-то белые украшения до полосочки такая полосочками не спеша мы и закрашиваем и также верху здесь я одно одним квадратиком есть уже закрашу и внутри там виднеется тоже перила такой небольшой бок балкончик на перила вот этой тоненькой кисточка водички немного добавила здесь можно слегка сделать тень под крыше до от снега тоже вот выступающую чай прохожусь немножечко и показать там какие-то сугробы небольшими линиями водичкой вот так же тень например от забора до например свет сверху там где-то под забором у нас тоже будет виднется на снегу тень небольшая но и так слишком ярко наметила слегка так теперь стволы деревьев мы тоже сделаем аккуратненько этим же цветом с палитры я беру и делаю стволы тоненькой кисточкой аккуратно какие-то разные сосны еле растут здесь потолще на переднем плане ствол можно сделать всякие аккуратненько да тоненькой кисточкой ветви мы тоже можем показать по всем этим штукам рисуем ветви здесь можно поконтрастнее да на переднем плане ветви побольше там задний план там уже не так хорошо будет все там видно здесь переднем плане еще давайте такой вот на дерево сделаем сюда добавляем вот слишком синий цвет у меня полез аккуратнее хочется там сзади да какой-то добавить тоже кусок от дерева садом растет еще просто так стволы аккуратненько на фоне да там все-таки лес должны показать что там много деревьев всяких просто стволами на некоторых деревьев мы сейчас покажем зеленые вот эти вот от хвои иголки какие-то поэтому берем ну не какие-то иголки 3 кисточку беру тройку и немножечко добавлю зелени сейчас 8 бирюзовый цвет вот здесь вот смешаю и зеленый цвет прям смешаю чтобы все что мне было на палитре цвет получился не яркий такой приглашенный и учитывая что у нас аккуратно вот нигде не высохли стволы и плюс елки сосны покрыты снегом то есть у меня виднеется зелень там периодически то есть то что не завалено снегом да там те участки они как бы видны их может не так много вот аккуратненько я добавляю на сосны зеленый цвет точно приглушенный там это у нас еще передний план дальний он будет еще более бледным вот аккуратненько мы делаем дальний план немножечко прям немножечко добавляем зеленого вот сюда пятнышки небольшие здесь какие-то яркие у меня получились достаточно большие повыше да и сделаем саму дерево потом хочется мне немножечко вот взять голубого цвета и добавить на переднем плане немножко сугробов тени да и немножко как куст какой-нибудь с ярким например что у нас шиповник то сухой может быть давайте возьмем коричневый цвет можно себе даже 160 коричневая сепию и вот я смотрю вот здесь наверное да такой какой-то небольшой кустик хочется сделать листочки добавить здесь там можно только добавить травы по мокрому не высохла до краска естественно в этом месте нам течет лучше дождаться когда хорошо просохнет и не доделать какие-то детальки уже пока что я хочу немножко добавить контрасты да вот сюда под крышей некоторых местах то есть вот под рамами да тень больше что-то подрисовать какие-то мелкие детальки пока там подсыхает более тонкие линии хочется добавить сюда и такие красные ягодки до шиповника аккуратненько на кустик как бы их нанизываем открыточка получилась более атмосферное душевное как надеюсь немножко у меня это вышло и я голубого цвета также немного добавим вот сюда вот куст здесь там какие-то тени могут быть под кустом можно добавить еще тут сложно остановиться можно более контрастных видов хочется да немножко на передний план не слова паразиты постоянно выскокет а также капельки снега да можно пилилами поверх пройтись ну не знаю насколько хорошо сомневаюсь что получится но немножечко нет но не видно совершенно можно взять какой-нибудь акрил что ли эффект снега добавить можно так и оставить я наверно закончить такую воздушную сегодня картинка это мне все до новых встреч и всем пока пока